МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С ведущим инженером РФИА ЦВНЕФ Петром Шарабановым и старшим научным сотрудником ядерного центра Михаилом Одинцовым. Итак, ребята, давайте начнем с самого начала. Что же такое команда поддержки изменений? Звучит интересно, но не совсем понятно для людей, не посвященных в эту тему. Команда поддержки изменений – это, прежде всего, люди. Это группа людей, которая объединена одной целью. А цель – поддержка изменений, которая происходит как внутри предприятия, так и внутри отрасли. Причем следует отметить, что инициативы в рамках данной команды поддержки изменений реализовываются исключительно на добровольной основе и своими силами. И что самое, одно из самых главных – это после работы, а не вместо работы. И вот что же я… Это дополнительная нагрузка такая. Как дополнительный факультатив. Если конкретно об изменениях, что же это такое вообще, да? Например, изменения – это некоторые внутренние и внешние факторы, которые влияют на развитие предприятия, отрасли. Если конкретизироваться, ну, например, взять такую актуальную тему сейчас, как цифровизация. Сейчас у нас есть умные города, цифровое предприятие, цифровая экономика Российской Федерации. Мы говорим о каких-то современных направлениях, в которых двигаются все города и, наверное, все предприятия. И это попытка идти в ногу. Да, это попытка идти в ногу, безусловно. И команда поддержки изменений должна обеспечить поддержку этих изменений, внедрение их на предприятия. Например, организовать своими силами обучение, провести аудит. То есть дать людям понимание, что же это такое, что изменения и как с ними жить. Члены команды поддержки изменений – это, получается, такие лидеры, которые распространяют идеи этих изменений на весь коллектив. Безусловно. Мы можем получать заказы как от руководства, так и сами инициировать какие-то изменения, которые мы считаем нужны для реализации. А где родился этот проект? Это проект «Росатома» в целом, да, получается? Команда поддержки изменений зародилась в 2016 году в рамках управленческого кадрового резерва госкорпорации. Когда нам объявили о такой возможности, о такой идее, все участники программы обучения кадрового резерва это восприняли очень позитивно, вдохновились данной идеей, и нам захотелось поучаствовать в этом. Потому что была видна отдача руководства в том, что они поддерживают такое направление, что им не безразличны мнения своих сотрудников. И в рамках этого на нашем предприятии сформировалась команда, назвали мы ее «Бумеранг» с девизом «Ценность возвращается успехом». Да, я хотела спросить, почему «Бумеранг»? «Бумеранг» – это всегда о том, что возвращается. Да, вот, и здесь про ценности важно, потому что это действительно так. Если мы идем в шаг с этими ценностями, то у нас все получается. Какие это ценности у госкорпорации? Это ответственность за результат, на шаг впереди, безопасность, уважение, единая команда. Вот эти ценности. И действительно, это некий элемент воспитания, но на корпоративном уровне. Вы взяли вот эти ценности и положили их в основу работы своей команды? Любая деятельность предприятия, она… Базируется на этих ценностях. Базируется на этих ценностях, да, все правильно. В рамках нашей команды «Бумеранг» у нас возникло 4 инициативы. И все эти инициативы, они занимают свои ниши некоторые по поддержке изменений. Чуть подробнее, что это за инициативы такие? Первая инициатива – это единое окно реализации ПСР-проектов. То есть это именно тот проект, который направлен на поддержку изменений в части производственной системы Росатома. Некоторые сотрудники еще не до конца понимают, что же это такое, как с этим жить и как с этим работать. Этот проект направлен на помощь сотрудникам в понимании, в восприятии этого. Следующий проект – это конкурс «Ценности Росатома». Тут все про ценности, как с ними жить, как их воспринимать, зачем они нужны. Это вы конкурс сказали? Конкурс. Который может принять участие любой сотрудник. Любой желающий, да. И основная задача – раскрыть какие-то производственные моменты именно через ценности, как ценности помогают в работе. Еще два проекта, которые работают, так сказать, в одну точку убьют – это дорожная карта профессиональных карьерных лифтов и база знаний типовых решений. Это, по сути, поддержка изменений в части адаптации как молодых работников, так и уже работающих на предприятии. Тут мы раскрываем те возможности, которые есть на предприятии, да, и делаем некую выжимку запросов. То есть, если касательно базы знаний, то она собрала в себе все типовые запросы, такие, общих хозяйственного плана, да. Как оформить пропуск материальный, да, как подключить телефонную точку, да, как оформить там заявку в службу информационных технологий. Все это находится в одном месте, и не нужно бегать, спрашивать у кого-то, да, как это сделать, что открыл, посмотрел шаблон, заполнил, отправил. Получается такая поддержка молодых сотрудников, которые приходят на предприятие, им не нужно в растерянности бегать, искать, спрашивать, они просто получают доступ к этой базе и получают все ответы на свои вопросы. Все правильно, да. Ну, это не только про молодых, это вообще любой сотрудник когда-то сталкивается с чем-то новым. Ну, да, большое предприятие и много разных отраслей. Вот эти инициативы, это уже воплощенные проекты, это не просто идеи. Да, все правильно. Некоторые из них получили свое продолжение, некоторые функционируют в штатном режиме, так сказать, и у нас есть еще наработки на развитие, на создание каких-то новых инициатив. Их реализация – это главный успех работы последних двух лет? То, что дали эти проекты для сотрудников, мы увидели по обратной связи от них, что они им реально помогли, что им это нужно. И мы стараемся расширять свои проекты, охватывать все больше и больше сотрудников. И по итогам 2017 года наша команда была в достойной благодарности госкорпорации Росатом за массовое увеличение сотрудников в процессе изменения предприятия. В процессе реализации этих проектов мы охватили более тысячи сотрудников. Вот это да. А как вы их вовлекаете? Те участники проектов, команды, они на 100% отдавались проекту. Но помимо этого мы еще вовлекали людей опросами. То есть когда мы формируем опрос, создавая запрос на изменения, что же они хотят увидеть, то все равно мы от людей получаем ответ. Так интересно то, что вы сейчас рассказываете. Получается, эти изменения – это не инициатива, которая сверху навязана, а это то, что рождается, что называется, снизу. То, что хочет коллектив. И этот опрос, он дает вам курс, дает направление вам и руководству предприятия. Так получается? Все правильно, да. Касательно вот этих четырех проектов. Потому что это те проекты, которые были на старте команды поддержки изменений. Дальше, конечно, уже отрасль начала это движение развивать и формировать какие-то свои запросы на изменения в части цифровизации, строительства, в части безопасности. Я знаю, что в прошлом году, по итогам прошлого года, ваша команда «Бумеранг» была признана лучшей в отрасли. За счет чего? Благодаря чему удалось достигнуть? Вот это успех, такого успеха. Здесь, наверное, несколько составляющих. Во-первых, это общая цель, которой все заразились, которая была небезразлична всем. Во-вторых, это, конечно же, активная жизненная позиция, потому что без нее собственными силами реализовать какую-то инициативу... Свободное от работы время. Свободное от работы время, да. Достаточно проблематично. И, конечно же, это команда. В том плане, что все за дело, все для дела, нет лишних людей, наверное, грубое слово, но все что-то делают, все активно принимают участие в реализации. Если мы сами будем развиваться, да, и развивать все вокруг себя, то у нас все получится. Это, как говорил индийский философ Ганди, да, если вы хотите изменить мир, начните с себя. Вот мы с себя и начали. Начали с себя, и как далеко вы планируете распространяться? Потому что команда поддержки изменений, понятно, что речь идет о предприятии. Но для Сарова предприятия, градообразующие, представить деятельность предприятия в отрыве от того, чем живет город, наверное, сложно. Поэтому логичный вопрос. Работа команды поддержки изменений, она исключительно направлена на проекты внутри предприятия или распространяется на весь город в том числе? Ну вот как раз в этом году, когда возник вопрос о новых проектах, которые можно реализовать, было на собрании команды поддержки изменений рассмотрен вопрос о распространении нашей деятельности на наш город. Потому что мы в этом городе живем, в этом городе будут жить наши дети, внуки. Поэтому было предложено одним из проектов – это озеленение нашего города. Почему именно это? Мне кажется, как человеку, который не так давно живет в Сарове, что город очень зеленый. Много у нас деревьев, много у нас зелени. Абсолютно с вами согласен. И более того, мы же, вернее, территория города находится в заповеднике. Очень много деревьев посажено в старом районе города. В новом районе города, так как это район молодой перспективной застройки, деревьев не так много. На самом деле, более того, как я уже сказал, этот район молодой, там много молодых семей, детей. И вот на самом деле, прогуливаясь с коляской, тяжело найти тень от дерева, когда летом, в полдень и так далее. На самом деле, это может быть небольшая проблема, но я просто люблю, когда зелень вокруг, когда все красиво. И вот поэтому я предложил реализовать проект «Мой зеленый город», который как раз направлен на комплексное благоустройство территорий, на которых пока еще деревья не высажены. неоднократно общался с соседями, с коллегами, которые живут в новой части города, о том, что они тоже согласны. Не хватает им зелени в новом части. Да, да, да. И я вот, наверное, на протяжении полугода я встретил очень много единомышленников, которые как раз за то, чтобы принять самое непосредственно активное участие в этом проекте. То есть вы рассказывали знакомым о проекте, и они говорили «Мы с тобой, друг». Я рассказывал об идее еще до того, как проект начинал реализовываться. И на самом деле, когда я выступил с этим предложением, как на собрании команды поддержки изменений, на собрании Совета молодых ученых, специалистов нашего города, это нашло практически всестороннюю поддержку. Хотя вопросы тоже возникали. Но желающих было гораздо больше. Мы вышли, сформулировали идеи, вышли с предложением к некоторым депутатам городской думы. Было взаимодействие с главой администрации и с департаментом городского хозяйства. Всесторонняя поддержка направлена на поддержание общественных инициатив. Поэтому сейчас, пока у нас, что называется, «Первая ласточка» была реализована... Это аллея на проспекте мира. Да, это аллея на проспекте мира. Там был накоплен достаточно большой опыт. Опыт организационного взаимодействия, горизонтального взаимодействия. Ну, там, говорю, были и совет молодых ученых-специалистов, сотрудники различных подразделений Российско-Федерального ядерного центра, департамент городского хозяйства. Да, пока аллея она небольшая, но я уверен, что все... Вернее, на территории нашего города еще очень много площадок, на которых совместными усилиями можно выполнить комплексное благоустройство. А много саженцев было высажено? В этот раз было высажено 20 саженцев, но там были тяжелые погодные условия, шел дождь несколько дней. И, на самом деле, было так непросто посадить деревья, учитывая очень дождливую погоду. Дальше куда будем двигаться? Есть какая-то дорожная карта о зеленении города? Когда будут эти акции? Ну, сейчас, в самое ближайшее время, планируется распространение информации в РФИАЦ, в НИЕФ, через Совет молодых ученых и специалистов, через Молодежную комиссию при правкоме, другими средствами, чтобы собрать как раз тот коллектив единомышленников, которые уже, объединяясь по принципу дом, кварталы, может быть, какие-то другие территории, где потребуется наша помощь и содействие, выработали единую позицию, как они хотят выполнить озеленение вокруг своих домов. И, возможно, при активном участии управляющих компаний, при активном участии департамента городского хозяйства, эти работы будут выполнены. Хотелось бы вдоль улицы Садовой высадить деревья. Ну, я думаю, что Павлика Морозова. Ну, территории, на самом деле, достаточно много. И сроки выполнения этих акций пока еще определяются. Хотя желающих уже много. И опять получается, что вот эта дорожная карта выполнения работ, она будет исходить из пожеланий самих горожан. То есть это не какое-то насаждение своего видения, а опять мы воплощаем жизнь, то, чего хотят видеть горожане на улице города. Вот мне бы очень хотелось, чтобы все происходило именно так, чтобы совет дома, может быть, ответственные по домам в пределах микрорайона определялись, чтобы было именно комплексное благоустройство. И чтобы каждый, кто посадил дерево, по крайней мере, пока оно не приживется, за ним ухаживал. Потому что посадить – это, конечно, одно. Лето бывает жаркое, засушливое, сухое. Многие деревья, молоденькие, к сожалению, могут не прижиться. Надо вот и за ними, чтобы еще и ухаживать. Опять же, силами тех, кто посадил. С какими сложностями столкнулись при реализации этого проекта, организовывая вот эту первую массовую высадку деревьев? И что учтете на будущее для себя? Вот такой интересный опыт был, что в том месте, где мы высаживали аллею, проходит очень много коммуникаций. Есть же свои правила высадки деревьев. Поэтому достаточно было… С рулеткой приходилось ходить и вымерять, чтобы и не повредить коммуникации, ну, когда дерево разрастется. С саженцы тоже было у нас засушливое лето, как я уже сказал. И многие молоденькие, ну, деревца уже, которые можно было посадить, они просто посохли. Поэтому вот еще пришлось искать саженцы для посадки. То есть такие чисто технические моменты, а каких-то организационных сложностей не было? Особых сложностей я не увидел. Как вот Петр сказал, что команда поддержки изменений, она объединяет инициативных людей. То есть те, кто захотел… Которым даже погода не помеха. Да, правильно говорите, погода не помеха. Захотели посадить деревья, нашли понимание и сделали доброе дело. Я надеюсь, что и все проекты будут реализовываться так же успешно и с такой же большой поддержкой. И вот несколько слов о том, что это за проекты, что еще планируется к реализации на территории города или, может быть, предприятия. На мероприятии молодежный конгресс Росатома, который проходил в Санкт-Петербурге в этом году, в принципе, руководство задало некий вектор на развитие направлений команды поддержки изменений. Это цифровизация, строительство, корпоративная культура, безопасность, закрытые города. Там происходили рабочие секции по данным направлениям, внутри которых сформировались инициативы специально для команд поддержки изменений. И вот по итогам данного мероприятия существует отраслевой заказ. Это то, что нам руководство госкорпорации Росатом свои пожелания в реализации каких-то направлений. Но плюс к этому еще, когда мы с товарищем возвращались уже домой, с командировки, у нас возникла идея сделать этот проект в части цифровизации. А конкретно по цифровой грамотности. Во время общения мы поняли, что далеко не все сотрудники вообще понимают, что такое цифровизация. И далеко не все знают, какие есть инструменты, механизмы и программное обеспечение. В том же самому, вкупах, в 15 дней. Поэтому мы бы хотели сначала провести аудит, посмотреть, что же действительно больше всего волнует сотрудников. А далее развить эту тему и уже повернуть именно втором, которое нам сами сотрудники и скажут. Вот это одно из направлений. То есть это будут какие-то обучающие семинары? Возможно, это будут и обучающие семинары. Возможно, это будет некое формирование, некой обратной связи по каким-то компонентам вот этой информационной системы в целом. Возможно, нужно будет привлекать компетентных людей для раскрытия всего функционала, каких-то конкретных уже технологических решений. Тут все будет зависеть от того, что реально хочет сотрудник и чего он не знает. Еще один проект. Второе направление, которое я сейчас прямо его вижу, это развитие проекта, руководителем которого я являюсь сейчас. Это дорожная карта профессиональных карьерных лифтов. Он сейчас уже реализуется второй год. В первый год мы охватываем 8 подразделений, предприятия. В этом году мы добавили еще 4 подразделения. Причем мы добавили... Если в прошлом году у нас проект был направлен только на ИТР, то в этом году мы еще охватили и рабочих. То есть делали для них некие памятки по тем возможностям профессионального карьерного развития. В планах этот проект немного расширить и возможно даже уйти на внутреннюю ротацию. То есть если, допустим, человек, работая в подразделении, как-то сомневается вообще в своей необходимости там, может быть, ему не нравилось, ему там обещали одно, а он пришел, увидел, что все по-другому, душа не лежит у него, то мы бы хотели реализовать эту возможность попробовать на месяц, на два уйти в другое подразделение, в которое он хочет, посмотреть, если там его душа, там его работа, там его призвание, то потом уже с помощью административных ресурсов все это узаконить. Это очень здорово. И вот я так вас слышу, мне кажется, что деятельность команды поддержки изменений направлена на заботу, на заботу о сотрудниках, на заботу о горожанах. У меня правильное впечатление сложилось? Правильно, да. Изменения должны быть направлены как раз именно на улучшение жизни, на улучшение работы, на различные улучшения, с которыми каждый день сталкивается каждый человек, как предприятие, так и города. Ваша деятельность как команда поддержки изменений направлена на то, чтобы помочь, чтобы поддержать других сотрудников, но при этом вы тратите свое свободное время, которое могли бы проводить с семьей, которые могли бы проводить с друзьями, за чтением книг, за занятием спортом. Почему? Зачем вам это? Что вам дает участие в команде поддержки изменений? Когда я реализовываю свои проекты, я себя в своих ребят настраиваю на ту мысль, что у нас есть девиз. Кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – причины. Вот ориентируясь на эту поговорку, пословицу, мы свои деятельности осуществляем. То есть мы даем возможность сотрудникам развивать свои навыки. Для вас, Михаил? Я уже несколько лет, даже более пяти лет, состою в Совете молодых ученых и специалистов. И там, на самом деле, деятельность Совета молодых ученых и специалистов подразумевает уделять значительное время не основной деятельности. Поэтому приходится, конечно же, уплотняться, приходится, конечно же, изыскивать дополнительные временные ресурсы. Но деятельность Совета молодых ученых она как раз и направлена на то, чтобы жизнь, работа молодых специалистов изменялась в лучшую сторону. Вот поэтому, наверное, как повелось у меня пять лет назад, и в течение этих пяти лет, вот так я и работаю. Совмещая и производственную деятельность, и общественную деятельность, возможно, времени не хватает. Но без этого было бы уже скучно. Наверное, да. Наверное, да. Я желаю вам успехов в реализации ваших проектов и верю, что все ваши труды не пропадут даром, а вернутся бумерангом, добром и улучшениями, которые увидят не только на предприятии, но и во всем городе. Спасибо за это интервью. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова